Георгий вышел из машины, бросил быстрый взгляд на наручные часы и, недовольно цокнув языком, быстрой походкой направился к торцу трехэтажного здания. Завернув за угол, он спустился по ступенькам на цокольный этаж и, толкнув одну из дверей, оказался в небольшой ювелирной мастерской. За три дня в ней ничего не изменилось. Все тот же спертый воздух, смешанный со специфическим запахом реактивов. Яркая лампа на рабочем столе мастера, клетка с непрерывно чирикающим попугаем на полке, огромная картина на полстены с надписью на непонятном языке. И все тот же хозяин лавки, сидевший за невысокой стойкой. Услышав звук открывающейся двери, он оторвался от микроскопа и посмотрел на гостя. «Ну что, готова моя цепь?» – сходу выпалил Георгий. «Напомните, пожалуйста», – наморщил лоб ювелир, пытаясь вспомнить, о каком именно изделии идет речь. «Золотая, пятьдесят сантиметров, одиннадцать грамм». Нетерпеливо переступил с ноги на ногу гостя. «Порвалось звено. Я вам оставлял ее три дня назад». «А, понял», – закивал мастер и, открыв ящичек стола, достал оттуда цепь бережно завернутую в ворсистую тряпицу. «Вот, проверьте». Кстати, в прошлый раз забыл спросить, что написано на этой картине. Вроде по-английски, но непонятно ни слова. «А, – махнул рукой ювелир, – ничего особенного. Профессиональный девиз». И как он переводится? «Когда-нибудь вы обязательно это узнаете», – загадочно ухмывнулся хозяин лавки. «А если не узнаете, то абсолютно ничего не потеряете». «Тайна? Ну ладно». Развернув ткань и окинув взглядом украшения, бросил Георгий, тут же потеряв интерес к картине. «Сколько с меня?» «Секундочку». Ювелир пододвинул себе калькулятор и принялся нажимать на кнопки «С вас 640 рублей». Георгий быстрым движением руки выводил из внутреннего кармана пиджака бумажник и принялся ковыряться в его содержимую. Через секунду на стойке появилась 500-рублевая купюра, а за ней и 100-рублевая. Не обнаружив в бумажнике оставшейся суммы, посетитель похлопал себя по карманам и досадливо поморшился. «Слушай, давай завтра завезу остаток». «Пожалуйста», – пожал плечами ювелир, «только мне нужно кое-что уточнить. Что? Сколько стоят ваши слова?» Георгий на секунду замер, вникая в смысл вопроса. «Что значит, сколько стоят мои слова? Ты думаешь, я тебя буду обманывать из-за этих паршивых 40 рублей?» «Нет, что вы!» – замахал руками мастер. «Просто вы сказали, что завезете остаток завтра. Выходит, что вы оставляете в залог свои слова. Поэтому я и хочу узнать их цену, чтобы не остаться в убытке». «Послушай», – поморшился Георгий, – «я сказал, что завезу. Значит, завезу». «То есть вы не знаете стоимость своих слов?» Георгий хотел было уже уйти, но последняя фраза ювелира, видимо, зацепила его за живое. Оперевшись кулаками на стойку, он как коршун навис над хозяином лавки, пронизывая его хищным взглядом. «Я знаю цену своих слов, старик. А вот ты сейчас несешь какую-то чушь. Я же тебе сказал, если вы не знаете цену, не могли бы вы ее озвучить?» «Если вы знаете цену, не могли бы ее озвучить?» Не дослушав до конца пламенную речь Георгия, спокойным голосом спросил ювелир. «И не нужно на меня так смотреть. Я же вам ничего обидного не сказал. Просто я хочу знать, сколько стоят ваши слова? Какова их цена? Дело в том, что за свою жизнь я повидал разных людей. Видел таких, которые целыми сутками могли говорить о добре, дружбе и мире во всем мире, а сами сочились желчью, завистью и злобой. Видел других, каждое слово которых было тверже алмаза. Видел и третьих, которые разбрасывались словами так, как будто они одолжили их у своего знакомого, которому не собирались отдавать долг. Слова каждого из них имели разную ценность. Понимаете? Георгий не особо понимал, но этот разговор начал его забавлять. И в какой же валюте измеряется ценность слов? Каждый сам назначает им цену. Сами понимаете, я не хочу остаться в убытке, если вдруг завтра вы не вернетесь. Вот ты нудный старик, покачал головой Георгий. Вроде взрослый человек, а такую дичь несешь. Ты бы проветрил помещение, а то у тебя в этом подвале скоро совсем кукушка поедет. Если вы о птице, то это не кукушка, а попугай, поправил клиента хозяин лавки и подмигнул своему питомцу в клетке, на что тот отреагировал каким-то птичьим подобием смеха. Издеваешься, что ли? Снова набычился Георгий. Хорошо, хорошо, миролюбиво выставил перед собой руки ювелир. Если вы затрудняетесь с оценкой стоимости, то я готов пойти вам навстречу и расценить ваши слова по номиналу. Осталось уточнить, какие именно. Если я не ошибаюсь, речь шла о фразе «Слушай, давай завтра завезу остаток». Итого пять слов общей стоимостью 40 рублей. Все верно? «Господи! Каких только идиотов на земле не бывает!» Вздохнул Георгий и распахнул входную дверь. «Завтра заеду!» Дверь захлопнулась, оставив ювелира в одиночестве. «Ну что же, посмотрим, посмотрим!» Прошептал хозяин лавки и снова склонился над микроскопом. Вечером следующего дня ювелир внимательно осмотрел очередное отремонтированное изделие и улыбнулся, удовлетворенный своей работой. Бросив взгляд на часы, он покачал головой и принялся спешно собирать инструмент в специальный ящик. «Совсем заработался сегодня!» Проговорил он себе под нос и взглянул на попугая в клетке, который, наклонив голову на бок, внимательно осматривал своего хозяина. «Я не забыл о тебе, Кеша!» «Я не забыл!» С этими словами он подошел к клетке и, протянув палец между крутами, ласково погладил по голове своего питомца. В этот момент белки его глаз на секунду потемнели, а затем снова приобрели свой обычный цвет. «Пользуйся!» «На здоровье!» Птица закивала, расправила крылья и заговорила хрипловатым голосом. «Слушай, слушай!» «Давай завтра!» «Давай завтра!» «Завезу!» «Завезу остаток!» «Молодец!» – улыбнулся ювелир. «Сорок рублей за пять слов!» «По-моему, это неплохая сделка, правда?» «Впрочем, мы покупали их и за гораздо меньшая сумма. Помнишь?» «Правда завезу!» «Клянусь!» «Обещаю!» «Вот тебе крест!» «Сейчас разменяю и принесу!» «Завтра, послезавтра, вечером, утром!» «Ну, все-все!» Разошелся!» Хмыкнул ювелир и, накинув на клетку кусок ткани, направился к выходу из помещения. У двери он остановился и бросил ироничный взгляд на картину с надписью на непонятном языке, который интересовался его недавний клиент. Я же говорил ему, что когда-нибудь он узнает значение этих слов. Молчание, золото. Это же так просто. А в это же время, где-то на другом конце города, Георгий тщательно пытался записаться на прием к логопеду в поликлинику. У него был и полис, и свободное время, но все равно ничего не получалось, потому что слово «завтра» он не мог выговорить даже по буквам. Об остальных четырех словах, проданных за бесценок, он пока еще не догадывался. Автор Евгений Чеширко. Рассказ «Ювелирная лавка». И не могу не сказать о том, что те, кто знали Игоря Романовича, грин-ти, зеленый чай, он умер позавчера. И вот вчера на конте я увидел эту статью Юлии Витязевой, человек, который защищал нас от уныния. Жил он в Сочи, умер один из самых веселых людей в стране, было ему 50. Я дам ссылку на эту статью, кто захочет, прочитает, можно сказать, некровок. А те, кто не знает, кто такой грин-ти, зеленый чай, на моем канале, кажется, еще в 2016 году, создан плейлист рассказа грин-ти, зеленый чай, и там 16 рассказов, озвученные мной. Совершенно неожиданно молодой веселый парень лег спать и не проснулся. До свидания.